Ваня, не хочешь почитать сегодня? В Англии Как ты голос? У меня сегодня язык болит А что, молотил что-то? Нельзя Сергей, Евангелие не желаешь почитать? У меня что-то... А, у тебя Аськи Я хочу Ваню все любит просить, у меня язык болит Не знаю, бывает Буду сейчас Принесем жертву угодную Богу общение Не, ну это с прошлых разов Открывай все Принесем жертву Заходите все Очень нужно будет Разумеется на что-то Римана, первая Иди сюда, к Толун Сейчас Думаю 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 В истине Tome И могли донести Думаю Нельзя Не знающими Тебе славу Восхожим Отцу и Сыну Святому Духу Ныне Señor Веков веков аминь сегодня апостольская 3 глава громче а до пришествия веры мы заключены были под стражью закона до того времени как надлежало открытия вере рукование блаженном фифилактам закон говорит доставлял большую безопасность тем которые находились под его охраной потому что удерживал их от многих грехов и был как бы стеной окружал людей и приводил к вере каким образом обличая грехи но не имея силы освободить от них он по необходимости указывал на оправдывающую веру которая была и в древности но прикровенно а открыто явилась впоследствии когда и бог явился во плоти 24 стих и так закон был для нас дедоводителем к христу дабы нам оправдываться верой толкование как воспитатель оберегает юношу от всего дурного и способствует тому чтобы он со своей со своей внимательностью и усердием принимал наставление учителя так и закон воспитывал в своих последователях надлежащую добродетель и приводил учителю христу своими обличениями и указаниями грехов вызывая в них стремление искать того кто дает прощение и оправдывает веры и так да устыдятся те которые кривещут на закон ибо они вот ибо не воспитатель не состоит противоречий с учителем и закон с новым заветом 25 и 26 стих по пришествии же веры мы уже под руководством детоводителя ибо все вы сын сыны божий по вере во христа иисуса толкование с пришествием веры делающий мужем совершенным мы говорит он уже не можем находиться под руководством воспитателя как ставшие через нее совершенными и вышедшие из детского возраста так как мы от веры стали совершенными мужами то ясно отсюда что и с сынами божьими мы стали через веру во христа таков вот мысли конечно конечно удостоверившийся быть сыном божиим не несовершенен не не совершен и не младенец поэтому странно было бы тем которые стали мужами подчиняться руководству закона точно так же как при наступлении дня и при свете солнечном употреблять светильник смотри же выше он сказал что вера да делает сынами авраама а теперь сынами божьими так много она может 27 стих все вы во христа крестившиеся во христа облеклись определяет полкование определяя каким образом мы сыны божий говорит что через крещение но не сказал вы которые крестились детьми божьими стали как бы и требовала последовательность но гораздо выразительнее во христа облеклись а если мы облеклись во христа сына божия и ему уподобились значит приведены в единое единое родство единый образ став по благодати тем что он есть по естеству 28 стих нет уже иудея не язычника нет раба не свободного нет мужеского пола не женского ибо все вы одно во христе иисусе толкование каждый из крещенных говорит он отбросил свои природные особенности все получили один тип и один образ не ангела но самого господа являя в себе христа так что все мы единого христе иисусе именно поскольку мы имеем один запечатленный образ христа или поскольку мы единое тело имеем единую главу христа 29 стих если же вы христовы то вы семя авраамова и по обетованию наследники толкование так как впереди он сказал что семя авраама о котором благословятся народы есть христос о котором благословятся народы есть христос которому именно и даны обетования а также указал что и вы имеете образ христов то теперь заключает и так и вы семя авраама и наследники обещанного благословения как же после этого вы держитесь закона вы которые получили благословение через то что облеклись во христа и уподобились ему и отсюда сделались семенем авраама богу нашему слава во веки аминь следующее будет исповедь в субботу вот господин герусалим поэтому татьяна там нужно будет лекции субботу приезжать и не седьмого на благовещение дома субботу утром будет здесь дорогу очень плохо меня игорь на машине провожу на джипе но отъехали от деревни полкилометра наверно только повернули на разъездка первая лужа и он сел и все ну чё а я вам и пораньше выехали надо выезжать так чтобы если что случится чтобы я мог добежать до вокзала если у нас уже испытать что идти нормальным шагом так быстро то за 40 минут дойти надо но мне нужно час чтобы за час я ну вот и выехали пораньше мы ну чё я вышел теперь я сапоги надел в сапогах я давай через поле и пошел он домой вернулся трактор завел теперь на тракторе это он меня задогнал я уже уже к разъезду почти подходила он не догнал довелся там полкилометра наверное ну проводил и теперь поехал назад вытащил машину машину отогнал домой теперь трактор вот такая была поездка грязь какая-то такая каждая весна как бы своеобразная бывает вот понимаете было когда такой не было чтобы резкая такая перемена температуры была не было днем допустим было как-то там уже пять градусов а ночью двадцать пять да ну это это же вообще-то какое-то такой прыжок это резко-континентально резко 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 так и все это все все матушка нам эти помидоры вытащили в теплицу там закрывала а когда мороз то давай мы обратно и скорее домой это хорошо что занесли этого ничего не было а там уже небольшие стали ну вот так это поэтому с плотинами тоже у нас считать две плотины не будет скорее рыжковский второй мостик где самая такая плотина нужна под низом вода и там идет а куда там не поступишь и ничего не подойдешь где там с этой стороны снегу больше двух метров а там под льдом лед а вода идет там здесь которая где крестим нас тогда камагорьеха этот пруд я пошел как-то дня три-четыре назад утром пока мороз снег не проваливается посмотреть прошел который возле храма там посмотрел это пошел туда оттуда еще шум какой-то я наклонился а вода журчит идет вода под низом через плотину вода идет но видать я горнику потому что слышать слышно как журчит а там посмотрел все стороны правда там из-под снега вытекает но ребята на другой день пошли там и раскопали то здесь разбили она была на такой где-то глубине примерно забили сейчас не идет а вода которая идет в поле нашла себе ход если бы она пошла через пруды как раньше ходила то эти пруды бы ни одна плотина не удержала бы особенно где крестим потому что там где уже воды мало то она уже вот отверху только вот так вот идет а вода нашла себе вход как на курсе на поворачиваем вдоль трассы там идет это такая как бы лошок по этому лошку и она вода идет туда и выходит по ту сторону плотины на камагорье которая плотина идет туда основная вода там проходит поэтому охраняясь мы слава тебе господи господи да да так бы копать не надо было вот такие вот значит зима то не смешно ну а так что значит земля промерзла ну все буду я значит это вы на стартной седьмисце кто я сможет в храмах ходите на богослужение в храмах вот ну на пасху вы договоритесь как понедельник утром как всегда я думаю сейчас уже рано светит может быть кто-то и работает к девяти там все самые может быть 7 часов нам утренню провести нет ну ладно как было так с 8 часов после пасхи тогда уже вечерний переходите на пять часов наверное значит это и понедельник утром пасхальное утренние будет у нас тут до 17 апреля 8 часов здесь 17 18 8 часов пасхальное утренние ко мне какие вопросы но ангелы хранители да спаси христос еще что ни у кого нет никаких не знаю а вы на нем нет когда-то ездил я но я и помню я только летом отсюда в 11 35 наверно возможно в 11 35 кажется так ну все тогда богослови никаких вопросов какое богатство разбирайте сейте распространяйте продолжайте дорогие братья и сестры я вас благодарю за вашу молитву по моей просьбе которая известна из молитвенной поддержки если коротко если позволите ситуация так сложилась в один из рабочих дней меня приглашает собравшиеся лаборанты их нашел у нас их восемь все они перечислены молитвенной поддержки там вот и говорят мне Виктор Андреевич почему вы нас держали в неведении и столько лет нас отравляете то есть отравление в чем заключается есть у нас методика по которой мы работаем степанодиоптатами костного мозга эта процедура проходит либо в процедурном кабинете в стационаре либо в поликлинике в которые мы доставляем фиксирующий жидкость под названием центр раствор состоящий из дистиллированной воды дихромата дихлорида ртути бихромата калия и сульфата натрия значит первым названы после дистиллированной воды это соль ртути но она является естественно водовикым веществом и это обозначено в книге из которой я взял эту прописи значит книга называется биопсии костного мозга Георгия Александровича Криволапова который работает в Питере в институте ну и он тоже распространяется на лечебные учреждения также по этой прописи раздают эту фиксирующую жидкость и в процедурном кабинете медсестра сливает два раствора то есть от цинкер раствор и формалин получается цинкер формол туда погружают сразу этот кусочек костного мозга и вносит к нам он запечатанный ну первую вот эту процедуру которую я говорю о том что раствор это цинкера я делаю его сам то есть это температура почти 100 градусов вода кипит я в нее туда ссыпаю все эти ингредиенты и растворяю и потом разливаю по флакончикам формалин отдельно это цинкер раствор значит лаборанты наши что делают они принимают этот материал фиксируют его в журнале и приглашают меня я описываю его то есть я сливаю этот раствор правда сливать надо в отдельную емкость не в канализацию как это у нас делается но это уже отдельный разговор вот значит оставшийся трепанодиоптат она пробывает и заливает уже декорцинирующей жидкостью трилоном B DTA все вот весь ее момент контакта с этим раствором это вот уже его практически нет в этих флаконах он сухой практически трепанодиоптат и все вот я оказывается их отравляю то есть ничего вы выеденного яйца не стоит этот весь конфликт а потому что лаборантка съездила на конгресс первый конгресс гистотехника в Питер и оттуда привезла вот эту новость для всех лаборантов она всех накрутила и они там все это на меня значит вот одна там самая старшая мне тут осталось пять лет и четыре доски ну в общем там вплоть до того что они готовы подать судебный иск против меня что я вот их отравлял в течение четырех лет хотя это не четырех лет а первый год у нас была совсем другая фиксирующая жидкость вот ну и таким вот образом у нас такой вот конфликт пока продолжается а у вас не вытяжка вытяжка есть вытяжка есть вытяжки вытяжки в принципе и вытяжки ну то есть теперь значит есть варианты какие я тут могу перейти на другие фиксирующие жидкости но вот этот вариант который я взял из книги геопсии костного мозга он самый лучший потому что получается качество препаратов лучшее а они и с этим и с другими то лаборанты то настроение не то то еще какая то причина то как одна говорила кошка бежала хвостом там вернула и жидкость опрокинулась поэтому такие плохие препараты а от качества препаратов я могу ошибиться в диагнозе потому что если плохой препарат качество его плохое я могу не так неправильно сориентироваться и навредить пациенту конечно я требую это что качество препаратов было хорошее а им когда требуется скорее скорее сделать да и все лишь бы она была сделана не как для бога поэтому я вас прошу продолжать молиться о них о поминованных молительной поддержке это первое второе прошу вас всегда молиться о том чтобы меня господь избавил от совершения ошибок которые влекут до собою болезни страдания смерти людей вот это меня всегда прошит это я уже рассказывал когда были мои ошибки я о них уже повествовал вопрос да характеристика этого препарата который на ртуте они же должны быть как и у всех препаратов характеристики есть испарение его чем они вот это я пока вот это пока я не нашел потому что надо искать где-то на кафедре наверное в университете потому что что это такое что она собой является то есть физически характеристики мне неизвестно насколько она там токсичнее чем открытая путь или нет конечно нет конечно нет конечно там даже если она испаряется она испаряется тогда кипит жидкость вот так вот когда я делаю ее приготовляю вот там я отравляюсь но не они отравляются да а тут контакт буквально полминуты она вот это взяла его перезалила и все весь контакт теперь я уже говорю им работаем в прежнем штатном режиме я полностью исключаю ваш контакт потому что я уже сам буду сливать сам буду перезаливать промывать и заливать то есть они вот только получили поставил я уже потом готовы залиты деконсидирующей жидкостью термостат и все контакта у них нет это первое второе значит будем переходить на другую на другую фиксирующую жидкость но это не лучший вариант потому что качество препаратов заведомо будет хуже чем вот при этом варианте учитывая как выглядит Виктор Андреевич эта жидкость омолаживающим эффектом обладает а не отравляющим учитывая что человеку скоро 80 лет он продолжает полностью трудиться да как минимум 4 патента патента которые содержат эти соли ртути в препаратах обезболивающих для лечения опухолевых процессов и другие патенты то есть тут используется ну я лечился ядовито металлическая ртуть металлическая ртуть которая вот знаете в этих термометрах вот ее вот она ядовито испарение ее ядовитое и возникает такой металлическая плюс 2 градусов начинается испарение да вот она ядовитое и при том это тоже нужно иметь накопление чтобы это в течение длительного времени был контакт вот с этими с этой ртутью я был судебно-химической я пошел доискиваться как ты говоришь какие технические характеристики я поехал в судебно-медицинскую экспертизу судебный химикам они мне показывают а вот смотри сколько у нас тут ядовитых веществ даже вытяжки у них нет какая у нас есть никакой мы, говорит, этой ртутью брызгаем вот эти препараты прямо как из спрея и вот, я говорю своих лабораторов не могу выгнать они 30 тысяч получают в месяц и я не могу их выгнать ну, в общем такая ситуация а методика-то она гостовская а? методика гостовская да, конечно она опубликована она известна она в книге монография чья-то или это протокол стандартный это монография но она ею пользуются все Виктор Андреевич а отдельно с этой женщиной как ее звать которая приехала Алена 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 она молодая или уже с пределами сорока сорок 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 а с ней поговорить нельзя чтобы она в обратку вот это вот и сказала ну да как бы это да не совсем может быть все дело в личных отношениях да в личных да как раз личные отношения были хорошие причем она привезла оттуда мне подарок будильничек не будильничка а часы которые я отдал внучке она там без ума от радости интересно ей заниматься этими часами мы там разбираем как бы время все это вот но с другой стороны через день она пришла вот такая вот буча то есть это вот лукавство такое но еще вариант когда мы я еще теперь предложу заведующим отделением и администрации больницы чтобы мы я и кто-то из лаборантов поехал вместе со мной в красноярск я позвонил в красноярск красноярске делают один к одному то есть они делают другой фиксирующий шедкость просто нейтральный формалин используют забуференный десятипроцентный и вот эту методику используют чтобы поехать к нему и там у него получится этого Владимира Алексеевича Хожевского то есть получается так чтобы они сами увидели что там люди работают что медики никто не может из старших сказать этим лаборантам вы дурью не маетесь причем тут Виктор Андреевич никто не может не может потому что у нас такое доведующее отделение потому что профессионализм Денис его зовут Денис так спасибо Христос за вашу молитву продолжайте молитву чтобы мне Господь избавил от совершения ошибок из-за плохого качества препаратов и от моего незнания какого-то Виктор Андреевич можно я скажу о вас когда вот я частенько лежал с вами и когда мы проходили по разным этажам на первом на девятом на восьмом на седьмом и все идут и с Виктор Андреевичем здороваются кланяются ему такие с бородками и с женщины видно интеллигентные и все я говорю Виктор Андреевич вас тут все знают он говорит ну конечно мы тут друг друга все знаем то есть такое уважительное и вот сейчас я думаю это просто сатана он сталкивает лбами когда видит что все хорошо а вы а вы ко всем как-то подход нашли и тому вы что-то дали визитку тому Евангелие тому там вообще что-то подарили со всеми беседуете с многими ну и с ними я тоже беседую неоднократно и при любой ситуации которая позволяет поэтому понятно что что-то должно было случиться да спасибо Христос за Ваши молитвы помоги Господи спасибо Господи так ну простите что отнимаю время а для чего собрать так у кого есть слово я озвучу просьбу Елены Фаур и Михаила потому что не все в группе состоят то есть у Елены ситуация такая что она знаете что она без работы пенсию она оформить не может ей не хватает нескольких лет и у нее оказывается пенсионный фонд не подтвердил стаж она несколько лет работала в Казахстане делали официальный запрос пришел отказ нет данных организация давно не существует то есть это было там 20-30 лет назад ну давно и потерян архив не будет никаких результатов и вот вторая попытка через представителя то есть просто ответ пришел отрицательный то есть это написание нотариальной доверенности это все денег стоит потому что это за границу там определенная форма существует отправка на вот сестру нашу Рахиль и теперь Рахиль вот идет по этим инстанциям искать этот архив то есть там не все просто пришел получил в конверт положил и сюда прислал нет там большая вероятность что тоже ничего не получится и только благодаря молитве может быть свидетель да найти свидетелей которые подтвердят ее там работу это все тоже не просто потому что это за границей там другие формы вот мы например судом с машиной мы просто все бросили у нас там даже деньги на счету остались их потом вернули в страховую потому что элементарно ездить забирать постоянно какие-то доверенности писать это нереально это дороже выйдет связываться с заграницей поэтому нужна сильная молитва чтобы ей подтвердили эти года чтобы у нее раньше она начала хоть какие-то вот эти копейки получать пенсионные ну и за Михаила она просила молиться он сейчас проходит учебу чтобы работать и придется вспомнить все как называется поэтому а так как ну учитывайте что все-таки он русский его не родной язык и терминология все и ему ну сложнее чем другому плюс возраст А кем он будет работать? У меня не знаю уже стоматолог по образованию Акушер там Акушер Акушер Точно? Конечно А у него есть образование? У него первичное образование А, то есть у него два образования да еще? Да В общем он учится он учится и тоже чтобы сейчас все это вспомнить это тоже не вчерашняя информация то есть ему нужно все вспомнить много же каждый год новые стандарты лечения и так далее вот Виктор Андреевич видите как сложно все какие термины и все это все надо помнить знать в этом во всем нужно погружаться ориентироваться чтобы не совершить ошибку поэтому Михаилу сейчас очень тяжело поэтому тоже за него каждый день нужно молиться да а вот социальную пенсию по возрасту не дают люди? стаж нужен даже на социальную ты не узнала я даже социальную не дадут если не хватает вот возраст пришел а стажа не хватает тоже не дают и чтобы нам не быть революционерами не будем говорить копейки а просто пенсия просто жоп не надо да да Татьяна Александровна я хочу попросить я хочу попросить вас помолиться о Вале Барышниковой у нее значит вода сейчас с полей идет по ее улице сплошным потоком это чередовато тем что вот при малейшей значит вот маленький ручеек как батюшка говорил вода пойдет под ее дом затопит погреб там и все остальное помолитесь пожалуйста что о сокращении о сохранении ее жилища а Господь сейчас это и делает приморозился хранит может быть Господь услышал нас лучше бы это жилище вообще было правильным ей бы дали другое ну какое другое кто ей дали это ну если только за дольщика я за дольщика за дольщика за дольщика за дольщика еще у кого слова мне предложите такое позвоните хорошо я поздравляю Гнати Тихонович Гнати Тихонович Гнати Тихонович Ваше слово еще первым делом говорить о хорошем или о плохом большая радость что о чем мы молились мне говорят наверное Господь Бог даже не слышал мне за две тысячи лет такой молитвы на каждой молитве Господи помоги издать трехтомник Нового Завета с Боженом и Филактом и вот он у нас лежит здесь покажу вот который был вот это два номера два экземпляра сказать где-то ну вот тут разное было много она толще оказалась бумага это хорошо я вчера там миллиметровый вымерял сравнить с тем это третье издание первое было тысячу сейчас белое это две тысячи а это уже пять тысяч так что следующее может другим быть что мы говорим вот сейчас какие нас тревожит что-то больные перемрут их быстро забудут если что-то где-то сами забудем и забыли что такое было а это остается навсегда вот кто знал Григория Дещенко а сегодня его словари его выступления все его книги издаются заново как будто он сегодня только родился а не он только один возьмите Златовуса опять переиздали кто желает могут 12 томов его получить ну бумага такая газетная зато подешевле я вот что говорю сейчас кто здесь из наших платили деньги стоимость одного комплекта пять тысяч как тот точно такой же но тот у меня запрашивали много в последнее время а у нас нету мы говорили брать только если то целиком весь комплект вот этот ну другой я не знал что есть такие книги поэтому у нас тех мало осталось а те почти кончились и эти теперь подошли издавали в Можайске в Подмосковье где-то там там очень большое показывали там где этот цех у них работают это просто огромный завод такой как бы типография такая вот пять тысяч но десять процентов заранее мы обговорили это мои издатели и сколько я искал и тут комментарии ну и все остальное это законное право издателей продавца ему всегда числяется определенный процент но мы узнали сколько издателей 18 я взял 10 вот если заплатил человек пять тысяч то десяти сколько будет пятьсот пятьсот сверху наложи и ну я вот еще хотел сказать вот она сказала сейчас с вас я ничего не беру вы свои люди и даю даже в два раза больше потому что я гляжу у вас подрастают девушки вы это где-то знаете как они вот все сверху обтянули этим целопаном шесть это три это один когда снимешь там эти еще по отдельности запутаны а которые лежат там на поддоне те еще раз взяты и снимали там этот автокрант какой маленький бегает что он кара вы куда надо вот прошу передать ей это пять то что вы заплатили без добавки и пять подарок за ваши труды за занятия с детьми и мне очень нравится ваша ревность так дальше мне вот нужно узнать вот Симоненко Ольга Николаевна где она подними что вас все знали Виктора Андреевича родная сестра он молился Виктора Николаевича Николаевна вот она обратилась и теперь придет утром засчитывает тоже читает по этой книге Новый Завет там из Казахстана Хапилина Валентина Сергеевна и вот Ольга Николаевна вот она тут пришла доплатила на самом расчете все я знаю у вас еще не пропадет вот вчера одна знакомая она приезжала к вещению принимала Ольга Матина а мне надо больше но я не знал что тут так запечатано я не могу 3 дать а говорил 3 приходится или на 2 спуститься или на 4 ну я говорю тогда 4 а мне надо 10 я не могу 10 дать потому что ты сначала 4 правильно распространи чтобы люди сфотографировались с этими книгами обязательно сфотографируешься книги держать там найди какой фонд сзади будет она кому она тут сказала не знаю вот она она говорит да ты не знаешь как это сделать ты напиши кто у тебя готов она мне тоже написала батюшка такой-то батюшка такой-то там переписала 10 я говорю все 10 получаешь сразу она сумела быстро пройти потому что советчик подсказал это явно будущее у нас есть сейчас столько что в пределах после когда ты докажешь что к делу идут десятку можно отпустить речь идет ну о крупном для нас это тираже так Виктор Николай это Андреевич у вас получается четыре экземпляра кости Христос да там где женщины раздеваются вы возьмете вот это вот два и еще вот ими распорядитесь как хотите так четыре жду пять двадцать ваше тоже ничего доплаты нету дальше вот у меня я с Оливкина уже мы с ней переговорили узнать сколько тебе нужно сестра чтоб тебя я ему сказал брата Виктор там готовая есть возьми заранее меня предупреди сколько тебе надо потому что твоя твой вклад позволяет мне спрашивать за даже то что будет десять за это если у тебя точно есть люди которые считать будут вот Иван ты дома прочитал Новый Завет? читаем все очень читаем там каждый день читаем ну спотыкался я подумал читал ли ты читал значит тоже есть но самое малое где потеева там там нет она посмотрите Львову Николаевну она заплатила восемь но тут интересно как она с Надеждой Василиной живет в одном а это заплатила сколько три восемь до три сколько получается одиннадцать одиннадцать вы тысячу если туда положите а вам один экземпляр на два получат два экземпляра тогда пусть а с ней рассчитаешься договорились? это сделать надо сегодня чтобы у меня там было то что принадлежит конкретно мне так еще кто у меня есть ну как будто бы все вот еще потерять у батюшка нельзя Ирина Устинова для сына который взят из семьи на фронт а так как он присягу не принимает заранее на альтернативной основе два места прошло похвальное пришло его кинули куда-то там на юг и сейчас в Крыму еще он там варит этим поваром благодарность от командования Устинову Никите Андреевичу за хорошее опыт то есть он не пропьет такие люди тоже нужны он не отравит вот у меня почти все Надежда Всевна хорошо поняла? один экземпляр попросишь нашего дяди Володи чтобы он отрезал вам вот такой одной дал а другой другой да два дадите аккуратно она же сами не порешит так дядя Федор если у вас у кого-то будет большая нужда вы только скажите мне заранее так вы уже получили вы знаете кто это? поднимитесь это родной брат Ольги Николаевны Виктор Николаевич принимал воскрешение Игорь как вас звать то? Игорь а где Константин? спину сорвал Игорь Витя вот когда разъезды с машины вы получили если нужно будет я вас знаю проверять не буду но кому вы даете чтобы они все сфотографировались с книгами в руках даже вот которые красные распространяют новый завет это они все время просят сделать а ну раз подняли у нас здесь полный храм мы все подняли не зря идут куда-то а то недавно я вышел вот здесь вот мусорный ящик стоит все сядьте мусорный ящик ну и висит что-то я вывалил золото попробовал книги там лежат я когда принес красный новый вот это вот это и отдельно евангелие это она дальше туда нет это наши кто-то давали наши мусорные ящики а кому давали я примерно прикинул тут через дом живет она такая склонная вот куда-то ходить то не знаю все осталось ну может быть оттуда от вас это не зависит потому что Христа распяли а Слова Божия нет так сейчас сегодня кому нужны полный новый завет толкования с откровением с откровением толкования не было две тысячи лет никогда блаженный пепелак заканчивать евреям больше нету и вот то толкование которого нового завета я практически все толкования пересчитал у сектантов и здесь даже близко нет кто написал написал отец Геннадий Фас который знает иеретическое знает православное он магистр богословия правопатриархии и все это 752 страницы в каждом доме кому нужны вот эти изданные новые заветы думаю что мы не затарили на имя мы сейчас еще отказываем у кого-то пойдет если ладно мы сразу ему добавим 10 это я еще возьму доказать надо будет я деньги доказать еще раз говорю так книги дарить может тот кто их выкупит выкупил это тебе принадлежит ну и чтобы они не пропали а не так что увидел ага лежит я отсюда возьму да подам это никак это на мне потому что вот только привезти только за транспорт привезти больше 200 тысяч отдать пришлось а я а я где его возьму у меня вообще нет ни одной копейки я не прикасаюсь а сейчас другая молитва идет господи помоги нам издать четырехтомник проповедь в стихах в моих книгах которых нету здесь ну и сейчас которая побольше кто-то отложил она на всю сумму еще помаленьку накапливается моя там пенсия идет откуда что-то как-то ну если издадим ее то в первую очередь библиотеки получат четыре тома каждый том 800 стр в каждом томе клейка вот как здесь цветные фотографии по 80 стр будет точно так же хотел больше но сам-то не делаю это ничего договариваешься с кем-то вопросы спасибо Христос так я хотел сказать это ваша девочка которая сидит там она заходит скажите она чтобы заходила когда туда я спросил у нее разулась и легла полежать можете именно это и надо чтобы она не корежилась вот так вот а эта девочка здоровая она рисует я ей хотела ноги поджать с ними обувь поджать под себя ноги и все как надо ну комната-то пустая в это время я сегодня ей сказал и она сладко поспала там она здесь была я два раза заходил и гляжу она согнулась чтобы ноги не занести я тогда сказал ее разбудили с ними обувь ты ляжь как положено живот заболел живот болел живот заболел живот заболел ну вот так ну что так вопросы ко мне какие есть у меня все остальное сейчас заходим так сегодня мне нашелся один человек он не нашелся он уже был он меня свел с патриархом Кириллом у патриарха Кирилла стал добиваться уединенции со мной ну они сослались на водную болезнь пока никак то есть они приняли все и он увидел что у меня с ногами неладно он говорит этот ну я 14-16 часов в день сижу а это уже не сколько это уже лет 15 больше отсюда я стал по интернету искать и нашел лекарство которое можно лечить и которое вы примете какое подставка которая надувается и настолько выше насколько вашим ногам надо стоять ну я уже говорит купил и Владимир Александрович Пащенко пусть их купит заберет ну я ему сразу ну два экземпляра думаю ты скажи точный адрес отошлем где-то там Бугуруслан я не знаю какая там область или что-то ну туда к Уралу где-то вот люди как относятся мне вот которые люди знают с нашим матерям считают они не просто так здравствуй до свидания этот человек допустим сидел несколько раз вернулся и сейчас работает с заключенными и натолкнулся на наши ресурсы он говорит узнал у меня я говорит сейчас на коленях стою прошу Господи половину Игнатию болезни дай мне я плачу сейчас у ног а казалось бы человек а я гляжу он где-то там с этими которые освобождаются с ними ведет работу Олег кажется звать вот это работает когда мы ложимся спать она работает когда говорили кризис кризис а у батюшки нет кризиса почему он дома может отдыхать в бане быть а курочка что-то клюет яичкой она не будет смотреть на кризис она его все равно снесет поэтому держите хозяйство сажайте что-то и ни один кризис вас не заденет у меня все спасибо 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 я забыл сказать еще каждый день утром я хожу отсюда там мост который идет захожу до первой 3 ступеньки там потихоньку написал Игла там перекрестился и обратно У меня уже уходило около часу, потом 48 минут. Вчера я пришел за 35 минут туда и обратно. Я делал за это время 4 тысячи шагов. Мне намного легче стало. Я хожу, даже не замечаю, что есть. Но утром делаю гимнастику, где что говорили. Диету составляют по мне. Яблоки, капуста. Я чувствую, что мне намного легче стало. Нигде кровь не идет. Ну, Миктор Андреевич тут главную роль сыграл. До полного. Ну, ты меня побудил к этому серьезно, посмотреть на это. Ну, я если серьезно что-то не дался где-то, мой Бог узнает, что я это ради Бога сделал. Везде молятся и молятся. Господь не может, ну, не услышать. Может быть, еще побудем вместе. Да дай Бог, дай Бог. Настроение переменилось. Слава Богу. К Пасхе, к Пасхе. Так, еще кого-то слово есть? Напомнить. Я пропустила начало. Может, батюшка сказал, чтобы не нарушили устав. Седьмого рыба разрешается в пятницу, а потом икра в субботу, а в воскресенье рыба. Так что не нарушайте. Седьмого благовещения. Потом накануне Лазарева суббота и воскресенье, вербное воскресенье. И еще такой момент, вот Юля мне тоже прислала, и я тоже слышала такую информацию, что у нас сейчас в городе, вот с этой субботы, с 8 числа, будет два крестовозвиженских храма. Освящается еще один храм крестовозвиженский, где был раньше планетарий. Помните, там сейчас парк из Умны Луны, и планетарий съехал наконец-то, и там готовили храм. Вот сейчас уже приготовление закончили, там выделили настоятель этого храма, и будет митрополит служить в субботу. Восстановили, как он тогда до революции был, там крестовозвиженский храм. Вот там теперь опять будет крестовозвиженский храм, настоятель, архимандрит Иларион будет. В свое время я и Галина Ивановна Сирина ходили к Баварину с просьбой, чтобы этот планетарий вернули, чтобы нам отдали, нашей общине. Но это не состоялось. Видимо, было предусмотрено у Бога другое время. Слава Богу, что сейчас это сделано. Львов Николаевна, не уходите, сейчас вам дам книги. Еще что у кого есть? На занятия. Да. Песнопение, трапеза, занятия, как обычно. Все, на мой взгляд. Завершаем. Достойно есть такого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога, Звучит. Господи, защите Родину нашу от нашественных племенников, от нутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в неближении Своем и проповедуют смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов попия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими наши молитвы, воздяня рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и соблюдающий Его, как зиждитель. Ты, Господь, назнающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа за нас, грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И о не заповедавших, коснись их сердец. Отверзим двери покаяния, примири их с Собою, ибо за гробом нет покаяния. Ибо, Боже, хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои, голос Твой. Аминь. Еще маленькое объявление. Мы не знали, когда стали... А люди спрашивают, где торговля, там десятины нету, нельзя давать даже ее. А говорит, а если у нас десятина есть, а можно ее употребить на книге? Можно, но при одном условии эти книги не подлежат продаже. А вы их подарите священству, где там находитесь. То есть у нас возникали такие ситуации, на которые ответ мы раньше даже не давали. Вот что значит, когда много людей? Бывает, ну незначительные, кто-то толкнет, только сразу, а вот оно, где решение. Поэтому не будьте безмолвны к тому, что я вам говорю. Сегодня, да, сегодня можно сказать, я не желаю, завтра будешь искать и не найдешь. Я поэтому каждому, который задает вопрос, успевайте. Вот у нас, допустим, занятие, полтора часа. Час занятия, а полчаса сразу меня называют ваше время. Полчаса вопросы-ответы. Завтра их не будет. Сегодня идут занятия по нашим книгам. Отдельно занятия, только одни вопросы считают. Вопросы-ответы. Следующее занятие, только проповеди. По книгам идет учеба. Нам многое неизвестно, но мы встречаем людей, которые, ну, за границей, далеко отсюда. И они с нами знакомы, ну, сейчас с Америки, там, помощь стараются прислать. А напрямую нельзя. Это надо, чтобы кто-то заехал, отсюда тут эти доллары перевел в рубли. Вот только недавно послали опять. Нельзя нам послать на Украину. Наши друзья там находятся. И вот недавно событие было такое. Стали там Киево-Пещерская лавра, считается основание православия, так оно, ну, то православие, которое есть. Ну, и спрашивают, что будет. Митрополит, другие на прием к президенту Зеленскому Владимиру. Он, когда его была интернизация, садили. Я в это время слушал, стоял и молился. На меня напал страх. Что они делают? Кого они избавляют? Шут Гороховый. У него ничего нету. Но вешают на нем масонские знаки, но он вам покажет. У него другая национальность, все. Но здесь, о, а к нему хотели на прием, и никого не принял. И сейчас их оттуда долой. Все показали, я не знаю, где, сидят, в гамму выгоняют. Ну, все на улице. Меня сразу спрашивают по интернету, как вы думаете? Я говорю, я вам говорю, что Зеленский это искупитель ваш будет, в смысле, что он это делает-то. Молитесь за него. Он для вас, как архангел, выгнал вас оттуда. Ваше дело проповедовать, а не под землей сидеть. И они сейчас на улице стоят там со всеми этими клобуками, не знаю. Вот это надо было давно. А мы каждый день за него молимся. Да, его не надо сравнивать с президентом России. Тут опыт огромный, там еще нету. Но в данный момент он распорядился, как ему надо. И поэтому, как за помазанника Божия молиться будем? Он освобождает нас от этого, что принесло нам гибель. Те люди, которые там, они учили самые лучшие силы. Крепкий здоровый в монастырь, в монастырь. И вот теперь почти 2 миллиарда мусульман на нашей совести, они были бы все верующие. И все такой неожиданный поворот, когда я сказал, что это очень хорошо, что... А кто-то... Наши... Да какие ценности? Называйте мощи. Мощи это трупы. Ну как так? Мощи, трупы. Я говорю, трупы... Чего вы боитесь этого слова? Где труп, там соберут сарлы, трупом назван Христос. И когда 2 2 светильника сойдут с неба, кто? Еноха или я? И написано, убьет их, и трупы их бросят на стык. Если самые великие люди трупы, еще там Матрона или кто-то, это труп. Мы трупопоклонники. Я прикасаюсь, я молюсь, все, но давайте назовем своими именами. Господь не посылал. Оставьте мертвым, хоронить. Не квасить здесь. Хоронить, не резать, не распространять. Хоронить. Так да. И никто эту заповедь не отменял. Так оно и было. И всегда было прикосновение к мертвым, оскверняло людей. Мы... Ну а ты что считаешь? Я не считаю. Я православный. Игре есть мощь, я присоединюсь, они через стекло. Вас благодарю Бога и прочее. Но давайте посмотрим реально на эту обстановку. Если бы... Вот когда... Слышишь этот жар, форпост, который стоял-то? Да, да. Перестали поминать патриарха Кирилла. Встречался с папой Франциском. Что он сделал-то? Ничего нет. Друг друга поцеловали, благословил его и все. Давно уже все развалено в православии-то. Полного погружения нет. Вот так только ладошкой задевают. И патриарх показано, ребенка держит, одетого, лесом вверх. А он вот так ладошкой берет и купель с водой. Ну мало воды. И прямо, прямо в интернете стоит. Олег Стеняев тоже там в армии поднесли там двухведерный чан на затылок льет человеку. Не надо по-другому там мыслить, кроме того, что уже мы никто. А вернуть на это нас поможет только Слово Божие и Сам Христос. Все у меня. Аминь. Спасибо, Христос. Аллилуйя.